Определяет ли Бог судьбу человека при рождении или человек сам ее формирует? Почему принято крестить в младенческом возрасте? И как владыка пришел к вере? С рассказа о своем жизненном пути начал традиционную встречу правящий архиерей. Он поведал о семье, родителях, о том, как с ранних лет его учили милосердию и состраданию. Детские впечатления о том, как впервые подал милостыню, он пронес через всю жизнь. Я как подпрыгнул, до копеечку бросил эту кружечку, и она так зазвенела нам. Она стоит одновременно. Спасибо, Господи. И вот эти слова, знаете, как будто меня вот таким теплым воздухом окутывают. В зале Духовно-научного центра собрались студенты первого и второго курса Саровского физтеха. Список из более 90 вопросов передали митрополиту перед встречей, и он сам выбирал, на какие ответить. Схожие по тематике вопросы владыка объединял и разъяснял девушкам и юношам свою точку зрения. Мало очень времени для общения, о чем всегда говорит владыка, что надо общаться. И общаться, конечно, не по телефону, не по скайпу, не по интернету, а общаться лично. И вот эти встречи, они как раз и, я считаю, открывают у каждого человека дорогу к себе. Студентов интересовала не только тема религии и веры. Гораздо больше их волновал вопрос о месте человека в этом мире и о его предназначении. Молодые люди интересовались мнением митрополита об атеизме, новых медицинских технологиях, ядерном оружии и месте России на политической карте мира. Всегда у него очень развернутые ответы. Он всегда цитирует и Пушкина, и других известных поэтов. То есть, вы знаете, я с большим удовольствием всегда присутствую на этих встречах. Ежегодная встреча с митрополитом Георгием вызывает у студентов интерес. И правящий архиерея всегда выделяет в своем плотном графике служение время для общения с молодым поколением. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.